всем приветики приветики хочу показать сколько груш мы насобирали вот такое вот одно огромное железное ведро не знаю наверно 12 или 15 литровая там тоже еще немного еще в пакете есть и сегодня я буду делать вот эти груши в сиропе это очень-очень вкусно процесс весь увидите а еще у меня в общем все в делах да в заботах скажем так это делая вчера здесь у нас компотик вот такой яблоки брусника еще ложил туда виноград по небольшой веточки вот он виден кстати это был темный виноград видите как он посветлел это на даче вырастает такой виноград он знаете не очень вкусный поэтому его даже не жалко положить в компотике и вот такие черрики тоже закатала такие малюсенькие классные с чесночком сколько у меня получилось 5 баночек здесь вообще простой рецепт они получаются сладенькие в общем вкусняшка нямняшка сентябрь месяц идут заготовки поэтому выкладываются некоторые новые рецепты рецептов я выкладываю не так много как вы меня просите но я делаю действительно самые только вкусные уже рецепты было время когда я пробовала разные разные сейчас уже нет уже как-то напробовалась и остановилась только в принципе на вкусняшках ну пошли заниматься делами сейчас это мы все перемоем а потом будем в общем это является знаете самым трудоемким процессом из этого рецепта но я сижу чищу смотрю youtube все что давно хотела посмотреть знаете как говорится не было времени а тут как раз время на это есть сразу же складываю в кастрюльку в которой буду варить такая маленькая игрушка попалась ну в общем то вы поняли да обязательно вырезайте сердцевинки и также обязательно очищайте от кожуры и тогда уже консервированные груши в сиропе получится у вас невероятно нежные мягкие сочные и вкусные в общем ладно мои дорогие можете также приступать к процессу если у вас есть такие груши а я пока буду чистить все это перекладывать сюда и смотрите дальше каков у нас процесс я делаю сироп а девочки у меня здесь 5 литровая кастрюля воды и добавила я сюда 4 вот таких вот больших чашки сахара это у меня 300 граммовая чашка вот то есть у меня сироп закипел вы пробуйте знаете такого конкретного рецепта сколько воды сколько сиропа у меня конечно же нету все на свой вкус поэтому как вам нравится так и делайте можете попробовать именно так на 5 литров 4 300 граммов чашки здесь как вы видите у меня уже груши тоже готовы и вот этим сиропом в общем будем заливать наши груши ставить на огонь и проваривать где-то минут 15 в общем-то половником будет это очень долго сейчас я просто возьму и кастрюлька это дело сделано здесь груши полностью залиты меня сиропом семечко ну в принципе ничего страшного все потерялось хотел ее вытащить груши залиты сиропом поставила сейчас на большой огонь они закипят огонь убавлю накрою крышкой и буду варить минут 15 чтобы это все на медленном огне достаточно хорошо у нас прокипела готовы у меня баночки на стерилизованы полтора литровые литровые банки меньше я не делаю потому что он как открывается обычно для выпечки тортов используете груши для шарлотки а естественно еще и детям чтобы было покушать вот может быть даже и в двушке сделаю сейчас я это накрою крышкой чтобы процесс пошел быстрее ну а дальше по ходу возможно еще что нибудь вам тоже посниму ну а так все баночки у меня готовы давайте залезем в нашу теплую шубку которую я делаю всегда 1 2 3 4 5 баночек полулитровых и 3 банки литровых горячо таких замечательных вкусных груш эти груши знаете на что будут похожи как вот допустим персики в консервированной в банках мы покупаем ну вот что-то из этого разряда очень вкусные получаются груши в сиропе по этому рецепту всем советую воспользоваться если у вас растут груши попробуйте если вам понравится обязательно мне напишите в комментариях мне будет очень приятно и это стимулирует к дальнейшему снятию видео таких вот не по теме моего канала чисто жизненных кулинарных все всем пока пока отличных зимних заготовок и хорошего настроения